Всем привет! Вот пришло время мне с вами познакомиться. Меня зовут Влад Клодников, я композитор, аудиопродюсер и основатель студии звукового дизайна VP Production. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто занимается разработкой игр или хоть как-то связан с геймделом? О, стало больше слышать. Круто. Здорово, здорово. А вот кто поднял руки, вы работали со звуком? Ник, да? Ник. Да, привет. Слушай, а расскажи, пожалуйста, где ты обычно берешь музыку или звуковые эффекты? Я еду до своего композитора, его нагружаю просто. Круто, круто. Я чуть-чуть подробнее хочу узнать, а почему вот, ну, ты наверняка знаешь про стоки? Знаю. Почему вот композитор или звуковой дизайнер для найма для тебя это круче, чем стоки? Ты говоришь, я просто не хочу забрати твой час, все может пройти в такий маленький холивар, но насправді, насправді, я вважаю, что в 70% потребно музыку вкупляти, аутсорсить. И только в окремих випадках ей треба замовляти якусь специфичную, яка под конкретный жанр потрібна. Тобто, більшість музыки, яка є для платформерів, і для постоянких игр, їм можна просто купить. Це моє имхо. Круто. Я благодарен за ответы. Может быть, у кого-то еще есть опыт работы с звуковиками, так сказати? Нет? Нет? Фон просто. Фон. Фон просто. Решення було саме добре. Ми її проживали, але сток і його не було. Я понял, я понял. Я благодарю вам за ответы. Но очень важно понимать принципиальну разницу между стоковой музыкой і оригинальним саундтреком. На самом деле, здесь не було неправильних ответов. Каждый исходит, вот как сказала Женя, из своей ситуации и потребностей своего проекта. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом и, собственно, постараюсь объяснить эту самую разницу между стоковой музыкой і оригинальним саундтреком. І начнем ми, пожалуй, со стоковой. Когда вам стоїть її использовать? Первое. Для демо альфа-бета версії вашого проекта. Це дуже удобне і недорогое решення для данних етапів. На цій стадії ви можете їх использовать як временні ассети для вашого проекта до тех пор, пока вы из них не вырастете. Когда это произойдет, она сыграет вам еще одну хорошую службу. Композитору будет гораздо легче вникнуть в проект и понять, что же вам необходимо на самом деле. Второе. Шоукейсинг. Часто я встречал такие ситуации, когда разработчикам не хватает времени даже собрать рабочий билд для шоукейсинга, не говоря уже о полной озвучке геймплея. Здесь снова стоки придут на помощь. Ведь лучше демонстрировать потенциальным геймерам или издателям проект хотя бы с минимальной звуковой системой, чем вовсе без нее. Иначе вы теряете огромный эмоциональный пласт. И об этом будет чуть-чуть поподробнее далее. Третье. Когда эмоциональный отклик не приоритетен. Стоковые решения могут быть не только как временные ассеты, как и ваши основные звуковые ассеты. В том случае, когда вы понимаете, что вам не важен эмоциональный отклик у игроков. Что же это означает? Не нужно сопереживать персонажам событиям, проникать и чувствовать атмосферу. К примеру, у вас простенький таймкиллер, где основная задача – это бросать дротиком в воздушный шарик бесконечно. В таком случае, действительно, проще и экономно использовать стоки. К тому же, если вы подобный проект рекламируете на том же Фейсбуке, где звук автоматически отключен, то, если даже его включат, то вам не нужно создавать какую-то драму, эпик и голливудский блокбастер. К примеру, у вас кроссфорды или суток. И вопрос. Что никогда не сможет сделать стоковая музыка? Ваше предположение? Выключить раз. Близко, близко. Ну, основное – это стоковая музыка не сможет занурить тебе атмосферу. Это основное, что она не сможет сделать, в принципе, максимум. А если она хорошо подобрана под твоими нуждами? Это нужно еще постараться, на самом деле, как разработчик с досвидом. Можно постараться подобрать, но, как правило, если нужно продать какую-то крутую атмосферу, то просто просто засорсить какую-то крутую композитору музыку, и это будет эффективней и лучше для игры. Еще идеи? Или все? Она не сможет популярной стать, чтобы ее все слушали после релиза этого продукта. На самом деле, все ответы, они все правильные, и я подведу такой вот заток этого всего. Стоковая музыка никогда не сможет рассказать историю конкретно вашего игрового проекта. На самом деле, казалось бы, это такой маленький пункт, но из него исходят все минуса всех стоковых решений, и от этого исходят все преимущества оригинального саундтрека, и вот некоторые из них. Усиление атмосферы через музыку. Благодаря оригинальному саундтреку каждый ваш персонаж может иметь свою музыкальную тему. Каждое событие будет подчеркнуто и усилено с помощью правильной музыки. Каждое изменение настроения или атмосферы будет в полной мере передаваться игроку. Давайте вспомним такие игры, как Life is Strange, Gothic, GTA, тот же Mortal Kombat. Помните, какую важную составляющую играла музыка в передаче атмосферы этого проекта. Следующий саундтрек становится неотъявлемой частью истории. На самом деле, благодаря достойной атмосфере создаться уже мощнейшая эмоциональная связь между игроком и сюжетом игрового проекта. Но благодаря музыке можно пойти еще дальше. Одной из важнейших составляющих оригинального саундтрека – это драматургия. Это важный элемент любого сюжетного игрового проекта. Давайте вспомним, опять же, игры, как The Elder Scrolls, The Ведьмак, To The Moon, The Blind Forest, Assassin's Creed и так далее. Эти мотивы достаточно вспомнить, и мы вспоминаем саму игру, ее основной сюжет. Сама музыка несет в себе часть истории этого игрового мира. И третье – продвижение игры через музыку. Эта практика достаточно распространена в западном геймдеве, когда даже при релизе инди-игры с хорошим саундтреком его отдельно выкладывают на стриминге. Таким образом, люди, которым просто понравился трек или целый альбом, они заинтересуются непосредственно игровым проектом. Плюс вы получаете возможность монетизации музыки через стриминги или же издания на физических носителях. Последнее, кстати, может стать отличным видом мерча. Но подчеркну, что это работает действительно в том случае, если музыка несет в себе конкретные чувства, эмоции и повествует о конкретных вещах, как самобытное музыкальное произведение. Для того, чтобы завершить этот внушительный блок нашей беседы, хочу показать вам сравнение стоковой музыки и оригинального саундтрека на примере игры Two Dots. Я выбрал этот проект не случайно. По сути, это головоломка Match 3 с немного измененной механикой. Казалось бы, ничего сверхъестественного, таких проектов очень много. Но разработчики подошли с очень большим вниманием к визуальной составляющей, звуковой составляющей и, что для меня самое неожиданное, к сюжетной. В плане музыки им удалось сделать нечто выдающееся настолько, что саундтрек отдельно выходит на виниль, его и покупают, его слушают, и он добавляет всей игре узнаваемости и популярности. Давайте послушаем, посмотрим и поговорим про наши ощущения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил Дима Тorzok Анатоль Какие идеи у вас? Какие ощущения, мысли? Может быть вообще ничем и не отличается? Не, я специально сделал рандомный видеоряд от музыки, чтобы ням не было типа в ритм и так далее. Это совпадение. Какие еще есть идеи? Ну, видите ли вы разницу между оригинальным саундтреком и стоком? Вот именно по ощущениям и с точки зрения геймера и зрителя. Мы же не знаем, где. Где было оригинальное видео? Короче, мне больше звук и рэпа нравится. На блокчейне. В общем, большинство говорит, что оригинальное круче было. Правильно вы с ним? Нет, вторая была хорошая, а стоковая. Она более как на музыкальных инструментах сделана, а не электронная версия. Ага, я понял. Нет, тут не дело в том, что хорошо-плохо, а вот что больше под игру подходит и вот именно и запоминается. Да, то есть музыка как бы опирается на геймплей. Да, да. Я вам тут рассказываю о том, что оригинальный саундтрек — это так круто. Но, как и у стоковой музыки, здесь есть свои минусы. Точнее, есть один момент, который несет в себе потенциальные трудности. Если вы не являетесь композитором, то для создания саундтрека вам нужно с ним работать. И как и в любых других человеческих отношениях, здесь могут и возникать некоторые неприятности. Я хочу сейчас пройтись по основным моментам и дать несколько рекомендаций, как решить это или избежать. Первый момент — это сложности в коммуникации. Какие у этого симптомы? Атмосфера недоверия, нет четкого видения проекта, проект постоянно буксует и так далее. Как это все решить? Первое. Выбирайте испортителя сумму. Просмотрите как можно больше вариантов. Презентуйте им свой проект и выберите того, кто больше всего его понимает и чувствует. Второе. Уважайте свое время и профессионализм выбранного композитора. Предоставляйте ему творческую свободу в рамках подребности вашего проекта. Третье. Всегда давайте своевременный и качественный фидбэк. Не бойтесь критиковать, но избегайте субъективных оценок. Четвертое. Выбирайте как можно больше широкий канал общения. Все важные переговоры старайтесь обсуждать при личных встречах. Если нет такой возможности, то голосовые или видеоконференции. Старайтесь не переписываться очень часто и по важным вопросам. Да, это стоит и документировать, но человек гораздо проще воспринимает и передает информацию, если совместники друг друга слышат или видят. Пятое. Помните, что вы одна команда и у вас одна цель. И да, могут возникать некоторые споры, но в атмосфере уважения все обычно заканчивается крутыми и нестандартными решениями и проект заканчивается очень успешно. Следующий момент – это трудности перевода. Какие у этого симптомы? Вы не знаете, как структурировать и передать свои идеи композитору. Обойдите, что проект с самого начала свернет и не туда, и все будет очень плохо. Как этого избежать? Первое – скачайте темплей технического задания, который я вам дам в конце презентации, и максимально его заполните. Если нужно, то кастомизируйте. Второе – не бойтесь, что ваш текст будет каким-то кривым и непонятным или смешным. Главное, чтобы вы действительно передали все основные ваши идеи и пожелания композитору. Третье – не ленитесь. Да, составление технического задания занимает какое-то время, но сэкономит его еще больше в будущем, поверьте. Следующий момент – финансовые и правовые вопросы. Какие у этого есть риски? Проект может изменить стоимость в ходе своего выполнения. Не будут переданы права на необходимый материал, возникнут дополнительные комиссии за методов перевода и так далее. Как это решается? Первое – обговаривайте все финансовые вопросы до начала сотрудничества. Стоимость всего проекта, количество бесплатных правок, сколько будет стоить платные правки, валюту, методы перевода и так далее. Второе – решите, какой вид прав вам необходим. Это может быть частичная передача прав, то есть права на использование, либо эксклюзивная. Но помните, что эксклюзивная стоит дороже, и поэтому это нужно обсуждать заранее. Третье – будьте честными и открытыми в обсуждении данных вопросов, так как любые непроговоренные моменты могут стоить вам очень больших денег и всего проекта в целом. Последний момент – пренебрежение составлением договора. Тут все очень просто. Всегда составляйте договор со всеми условиями сотрудничества и приложением введите технического задания. Игнорирование этого пункта привело к тому, что вы единолично будете нести ответственность за все возможные риски. На этом очень позитивном аккорде я заканчиваю. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что моя информация оказалась для вас интересной и полезной. Если есть вопросы, то задавайте, давайте общаться. Спасибо вам еще раз. Тут есть мои контакты. Как я и обещал, кому интересно, можете сфотографировать QR-код. Если нет такой возможности, то опять же можно обратиться по контактам или же скачать презентацию. Я думаю, вам будет выше. Вопросы? Где найти композитора? Какие-то ресурсы? Где его, чтобы сказать? Вообще, то есть композиторов ищут обычно по сарафанному радио. То есть, если у вас есть кто-то из геймдева, у кого-то есть проекты, то обычно узнают вот таких знакомых. И они уже на кого-то и перенаправляют. Если у вас нет таких знакомых, то в принципе геймдев-форумы, фриланс-биржи и так далее. Там очень много есть регат талантливых, очень талантливых. Это уже и вы видите. На игровых конференциях уже много композиторов. Где? На игровых конференциях. А, да, кстати, и конференции, и метапы. Есть локальные метапы практически и в каждом украинском городе. Геймдев-тусовки. А также есть и все украинские и даже СНГ-шные конференции. И там вот тоже они есть. Можно вопрос? Вот смотрите, было видео, где было две мелодии. Одна со стоком, одна... Какая разница в цене? Если бы одну я покупал на стоках, например, а вторую заказывал? Для обычного разработчика разница большая. Потому что стоковая музыка стоит гораздо дешевле. Потому что, во-первых, это royalty-free. Второе, эта музыка используется в сотни других проектов. Может использоваться. То есть это не уникальный контент. Это просто какой-то контент, как вы взяли с маркета. Естественно, оригинальный саундтрек стоит дороже. И тут еще и зависит от ваших желаний. Вот, допустим, политика Ubisoft говорит о том, что саундтрек должен быть записан живым оркестром. То есть вы примерно и должны понимать, сколько стоит еще найм оркестра, звукорежиссера, инженера по сведению, по мастерингу и так далее. То есть есть и компании вот такие большие. То есть у них вот и политика, что вся музыка должна быть живая. Есть компании поменьше, которые ценят оригинальный саундтрек и хотят, чтобы у них была только уникальная музыка. И еще тут и вопрос денежный стоит. Опять же, вот я упоминал про передачу прав. То есть если эксклюзивное, то оно будет стоить еще чуть-чуть дороже. Поэтому отличается сильно. Но как бы вы выплатите за качество и чуткий подход к проекту. Вопрос. Если музыка в итоге оказалась похожа на какие-то другие известные композиции. В данном случае, а где хватит и будет? Тот, кто заказывал услуги композитора или сам композитор, который выдал свою собственность и уже будет с ним разбираться? Ну, обычно все претензии к автору. То есть даже не к владельцу композиции. То есть он, допустим, написал для вашего проекта. Вы у него отчудили права имущественные. Но все претензии идут к автору, не к владельцу контента. А насколько, я не знаю, как это происходит, там, в процентах или вот семилляр эти какое-то между композициями? То есть как понять, могут ли они меня за это засудить, если там какой-то ремикс? Или не могут они меня за это засудить? Если этот ремикс сделан вами, то я даже и не знаю, потому что ремиксы обычно… А, вот. Если вы это используете в коммерческих целях. Если вы это используете в коммерческих целях, допустим, вы сделали ремикс на какой-то трек, зарелизили свою игру и выложили там, допустим, на Apple Music саундтрек и получаете с этого и прибыль, вот тогда вам очень плохо. А если просто с игрой? Обычно, то есть если это инди-геймдев, то обычно этим никто особо и не занимается, если это еще и, по сути, ваш такой личный кавер. Но вопросы могут быть. Но опять же, то есть если это какая-то знаменитая группа или это артист, то обычно это лейбл типа Sony или Universal Music. Я сомневаюсь, что кто-то из Sony к вам придет и скажет «Эй, ты чего?» Вообще, по-хорошему, такое не стоит. Делайте, потому что риски. То есть если, допустим, проект там выстрелил, все круто и вы там вообще миллионер, то к вам придут сто процентов кто-то. То есть если это просто какой-то локальный проект, то почему? Тут все на вашей совести. Еще вопросы? А вот сколько вам музыку? Композиторы пишут в свободное время за такие же или как? По-разному. На самом деле я знаю очень много композиторов, которые на стоках работают фулл-тайм. То есть они только заняты тем, что они пишут для стоков. Я лично для стоков не пишу, это не соответствует моим принципам. Но я понимаю, в чем плюсы. Я, собственно, сегодня это и рассказал. И поэтому, да, есть ребята, которые только на этом и сконцентрированы, а есть, наоборот, такие гибридные. Они пишут оригинальный soundtrack и для стоков. Скажите, пожалуйста, а есть понятие саундтрека, а есть понятие игровых звуков каких-то? Саундтреки и игровые звуки – это один и тот же человек? Игровые звуки – это обычно у нас и называется звуковой дизайн. Саундтреки. У нас обычно как бы вот уровень Индии, может быть, маленьких и средних студий – это часто один человек. Но по-хорошему это несколько. Даже более того, на западном рынке там есть распределение, там градаций очень много. То есть у нас есть композитор, звуковой дизайнер, аудиопрограммист, филд-рекордист – это который записывает и полевые звуки. То есть, допустим, в World of Tanks, там звук танка, они едут в ангар с микрофонами и записывают тракторы. Потом они эти все тракторы обрабатывают и получается какой-нибудь Т-34. То есть уровней должностей в среде звукового дизайна очень много. Обычно на рамке Индии – это обычно один человек. Но желательно распределять, если есть бюджет. Сколько по времени пишет? Один трак? Лично у меня или в целом у нас? Я не знаю, кто пишет, но у меня есть знакомая, которая работает с большими студиями. Она пишет от недели. То есть она ходит, вынашивает идеи, она там думает, думает. У меня это чуть-чуть иначе происходит. То есть если мне приходит заказ, я вот прямо тащусь от этой игры, у меня начинает такое состояние потока, вдохновение. Я могу там, не знаю, за дня три-четыре написать большую оркестровую композицию. То есть у меня это больше потоком идет. Да. Вот это я хотел тебе запитать. А ты работаешь больше как композитор или как саунд-дизайнер так же? Потому что, например, когда я приезжал до композитора, с которым мы делали мазон до игр, и я там придумал разные звуки, например, как сделать так, чтобы ходил чувак в латах. Мы просто взяли ящик свяки и стукали на них, серьезно, и это был чувак, который ходил в доспехах. Або там записывали фаербол, и мы там, не знаю, додумались взяти пылесос и залить воду в бачку. И выжил звук фаербола, серьезно. То есть ты такую фантазию включаешь? Это креатив. Да. Ты занимаешься этим или ты только пишешь композиции? Вот мне это интересно. Долгое время я занимался и звуковым дизайном, и композиторством, и более того, работал с командами, где я занимался интеграцией звуков Unity и Unreal. Использовали middleware soft, такой как WISE и FMOD. В какой-то момент я понял, что для меня это много, и поэтому я набрал команду звуковых дизайнеров, которые со мной работают, и, собственно, делегировал им непосредственно всю звуковую часть. Именно часть по звуковому дизайну. Сам я сконцентрировался исключительно на музыке, потому что мне это очень близко, я чувствую себя в этом гораздо комфортнее, и мне это просто интереснее. Но, да, у меня опыт был и в звуковом дизайне, и в полевой записи, и в интеграции. Но сейчас я от этого отошел и сконцентрировался на музыке. Вы хотели задать вопрос, я помню, да. Ну, если вы человек, который занимается музыкой, то вы будете делать диджетом? Вас очень плохо слышно. Ну, насколько я знаю, диджей и сочинение музыки — это разные вещи, но, опять же, это не отменяет того, что диджей может и создавать музыку. Это, в принципе, не проблема, если у него есть такие, как бы, таланты. То есть, что здесь нужно по железу минимально — это компьютер, то есть достаточно лэптопа, MacBook, желательно MacBook Pro, это MIDI-клавиатура, хотя бы небольшая, для того чтобы удобно хотя бы наносить ноты в непосредственные секвенции, и желательно какие-то наушники студийные, студийные мониторы, вот, и, может быть, аудиоинтерфейс. То есть это такой минимальный сетап, который можно собрать там до тысячи долларов, это точно. Вот, и, в принципе, вот с таким сетапом он еще и позволяет работать отдаленно, то есть можно уехать в какую-то другую страну, там себе сидеть в кафешке и писать биты или какую-то электронную музыку и так далее. Вот, это удобно. Лично у меня есть два варианта — это студия, есть и походной. Потому что иногда приходится работать и в поезде, и так далее. То есть, в принципе, да, можно собрать небольшой сетап человека, про которого вы спрашиваете, и начинать уже работать. Что касательно где искать проекты, опять же, фриланс-биржи, GameDevForum. Что я могу порекомендовать для старта, вот многие новички тоже спрашивают — это GameDevForum. Вот, там обычно постят всякие проекты Индии, которым нужна озвучка. И, собственно, вот там вот можно хотя бы и набить в руку какой-то первый экспириенс получить. По-разному. Обычно у меня это в среднем 3-4 минуты. Бывают и заказывают и дольше, бывают и меньше. Обычно просто если сам процесс, точнее, игровая сессия не большая, то есть так и называемые лупы. Это когда трек, он может играть, то есть у него есть там 2 минуты, и он циклически играет, и этого цикла практически не слышно. Естественно, если я заранее знаю, что это будет цикличный трек, то я делаю так, чтобы он не надоедал. Тут вот как раз такие проблемы, опять же, возникает с топов, потому что он постоянно играет, 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 играет. Либо там написать какой-то очень такой боевой крутой саундтрек, но ты его слушаешь в 15 минут, и ты уже просто умираешь. И поэтому тут очень важно подбирать. Либо очень много треков, либо один очень длинный, либо это луп, но чтобы не надоедал и не был навязчив. Ещё вопрос? Лично я предпочитаю Reaper, это секвенсер, который D&W. Это Rompler Contact 5, куда загружаются библиотеки, оркестра, электронных каких-то инструментов и так далее. Плюс куча плагинов, filter, waves и так далее, то есть их очень много, и дополнительные тоже виртуальные инструменты. В общем, багаж этого огромный, и он постоянно обновляется. Разработчиков очень много, они это делают и записывают, и поэтому... Кто бы устал от одной библиотеки, уже другая подъехала. А сейчас уже такое время, что, в принципе, секвенсеры не отличаются от языка. То есть, в принципе, нет какой-то разницы, в чём ты пишешь, главное, чтобы тебе было удобно. Всё, наверное, да? Спасибо вам ещё раз. Спасибо.